Работы, которые продолжаются сейчас в Радужской средней школе, назвать реконструкцией Нельга. Хочется, это строительство новой установки с раннейшей назвой. Старый дом, узнаванный в 1965 году, разбурили практически полностью. В аварийном стане находились дровляный дах и подмурок. Сегодня тут завершаются строительные работы. На конце следующего месяца школа будет официально сдана в эксплуатацию. Все наши руководители контролируют. Генеральный директор, директор наш, потом районные, все администрации все здесь приезжают, здесь планерки чуть ли не каждый день, через день, через два планерки проходят у нас. У нас интересы идут, сообща, идет все сообща. Все понимают, что детям нужно учиться в теплых, красивых классах. Все сообща работаем. А проща капитально адрамонтованного старого будинка, Радужская школа теперь уключает у себя харшовый блок и новый корпус, яких ранее не было. Это позволило открыть майстерни для працованного навучания, лингофонный кабинет, кабинеты информатики, физики и астрономии. Причим, все классы оснастили у адповедности с ужасными потребованиями. Сейчас у школы шакают завершение капитального ремонта старого будинка. Это позволит кончатково вырешить те проблемы установы, которые еще застаются. Необходно обсталевать покои для занятков и отпочинку в учнях молодших классов. А так само полепшись умов и прасы самих наставников. Покуль своего кабинета нема навод у директора. В старом здании, в котором проходит реконструкция, будут размещаться на первом этаже учебные кабинеты начальных классов, первый, второй, третий. Спальня игровая для первого класса, медицинский кабинет, кабинет директора. На втором этаже учебные классы для учащихся пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. Актовый зал, учительская. Сегодня у Радужской средней школы занимаются 109 ученев. В будущем сюда будут привозить так само наученцев 10-х классов с ближайших вёсок, где зараз прасуют только базовые школы.